Даже бабулька на почте, она будет обсуждать, что сейчас происходит, какая несправедливость и как молодых людей, я дико извиняюсь за выражение, винтят на улицах. Еще есть портрет, который нарисовал его сокамерник. Игорь отправил мне этот портрет в письме, но я хотя бы таким образом знаю, как выглядит мой муж, потому что я 7 месяцев его не видела все-таки. Игорь Лосик — это белорусский блогер, журналист, который создал самый большой канал о политике в Беларуси, «Беларусь головного мозга», и он был задержан 25 июня 2020 года по уголовной статье и на данный момент находится за решеткой. Он объявил голодовку. 24 января он голодает уже 41 день. Я бы хотела вот первым вопросом поговорить с вами о том, каким был Игорь до того, как он стал политическим блогерем и журналистом, и как он стал политзаключенным. Как и где вы с ним познакомились? В сентябре 2009 года я создала страницу в такой социальной сети, как ВКонтакте, и первым, кого я добавил, друзья, был Игорь. Мы переписывались онлайн месяца три, встретились мы впервые 28 января 2009 года, и с того момента мы 11 лет уже вместе. Через три года после нашей встречи примерно мы поженились и больше никогда не расставались. Игорь пришел в политическую журналистику не в этом году, задолго до этого. Расскажите более подробно, чем он занимался? Ну, я не скажу, что прям такая политическая журналистика, просто Игорю всегда были интересны какие-то события вообще в мире, и не только в Беларуси. Игорь всегда этим очень живо интересовался, ну, что-то об этом писал периодически. Я, наверное, немного об этом смогу, к сожалению, рассказать, но я просто знаю, что ему это было интересно. Вот и все, это его захватывало, он пытался как-то, если поступала какая-то информация, проверять ее. То есть, ну, просто ему нравилось это. Расскажите, пожалуйста, вот про день его задержания. Как это происходило? Ну, это был самый обычный день. Мы, наверное, в 11 часов дня пошли гулять с дочкой, с коляской. Где-то гуляли часа полтора. 12, 12.30 мы вернулись домой, вышли из лифта, где на лестничной клетке нас уже ожидали сотрудники. Ну, если посчитать с теми, кто еще был внизу в бусе, мы его как-то сразу... Я его не заметила. Может быть, его заметил Игорь, но я об этом не знаю, увы. Их всего где-то человек 15 было. Они предъявили нам постановление замгенпрокурора о том, что по данному адресу должен пройти обыск. И попросили пройти в квартиру. То есть, какой был вот именно самый первый срок, до которого его должны были отпустить? Вот по той статье 342, часть 1, срок предварительного расследования не может быть более полугода. И 25 декабря, получается, он должен был истекать. Не нашли ничего более умного, чем предъявить ему новую статью 293, часть 2. Это лишение свободы 3 до 8 лет. И по ней еще может срок предварительного расследования идти до года. Адвокат подавал жалобы на изменение меры пресечения. То есть, ну, все законное, все, что может использоваться в данном случае, оно использовалось. Но, как понятно, что все жалобы и жалобы на жалобу, они все отклонялись там. Ну, просто это подавалось, ну, как бы, чтобы соблюсти все вот эти вот юридические аспекты. Понятно, как бы, что его никто бы так просто не отпустил. И это все не работает, к сожалению, в Беларуси. Расскажите, реагирует ли вообще как-либо на это сама система? Были ли попытки, может быть, остановить его голодовку? Ну, как бы, в Жодзинской тюрьме ходит там психолог, говорит ему, нужно останавливаться. Там ходят врачи. Но, если говорить о самой системе, то нет, от них никакой реакции не было вообще. Как состояние Игоря сейчас? В пятницу крайний раз у него был адвокат, сказал, что, ну, выглядит он, конечно, бледным, практически белым, с темными кругами под глазами. У меня очень беспокоит его давление, так как очень большие скачки. Утром у него 90, вечером у него 140. У него такой шум в ушах появился, головокружение, ну, как бы, состояние ухудшается. Давайте немножко поговорим вот вообще в целом о ситуации в стране. Люди продолжают выходить каждый день, начиная с лета 2020 года. Освобождение полиц заключенных – это одно из требований, которое остается неизменным. На ваш взгляд, делается ли достаточно внутри страны для того, чтобы это требование было выполнено? Ну, если смотреть на простых людей, то, мне кажется, они, ну, как могут, изо всех сил показывают свое несогласие с действующей властью. Но если смотреть это со стороны властей, то они только жестко подавляют, добавляют еще более политических заключенных штрафы, сутки. То есть они никак не реагируют, адекватно не реагируют на то, что люди не согласны с этим. На ваш взгляд, что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Я думаю, что освободить всех политзаключенных – это уже будет шаг к какому-то диалогу. Это самый простой шаг, я считаю, на мой взгляд. Освободить тех, кто невинно сидит сейчас в тюрьме и является заложниками государства. На ваш взгляд, можно ли еще что-то сделать дополнительно к тому, что уже делается внутри страны для того, чтобы это произошло? Честно, такой тяжелый, наверное, для меня вопрос. Я даже не знаю, что могут еще сделать больше люди. Они и так выходят на свой страх и риск. Риск заработать как минимум штраф в сутки и как максимум уголовную статью и побои. Поэтому я даже не знаю. Наверное, люди тоже устали. И не знаю, правда, мне сложно сказать. Давайте поговорим тоже о ситуации в целом в Беларуси. До лета 2020 года протестная активность была сфокусирована по большей части в столице, в Минске. Насколько я знаю, вы живете в Барановичах, правильно? Да. На ваш взгляд, по вашим впечатлениям, изменилось ли что-то сейчас? Они все более и более открыто высказывают свое недовольство. То есть даже стоя в магазине где-то в очереди, можно услышать, что люди обсуждают ситуацию в стране, обсуждают ее достаточно так жестко. Если раньше как бы все молчали, стояли, то сейчас вот прямо даже бабулька на почте, она будет обсуждать, что сейчас происходит, какая несправедливость. И как молодых людей, я извиняюсь за выражение, винтят на улицах, кидают в тюрьмы и дают штрафы. То есть терпение людей начало подходить к концу. Всему есть конец и терпению тоже. Вот как раз продолжая тему именно людей на улицах, об Игоре сейчас, я думаю, знает уже каждый Беларусь. Узнают ли вас на улицах? Вы знаете, сейчас с этим масочным режимом, ну как-то не особо, но вот когда приезжаешь в Жодзинскую тюрьму, стоишь там, передаешь ему какие-то вещи, до этого я передавала продукты. Да, некоторые люди подходили, особенно когда было первое мое видеообращение о условиях содержания Игоря в Жодзинской тюрьме. Они подходили, говорили, что смотрели, рассказывали какие-то свои истории, что вот там у кого-то сын, брат тоже после протестов задержан и вот сейчас сидит в Жодзинской тюрьме. Как бы да, я скажу. Если раньше меня никто не знал, то если сейчас снять где-то маску, то кто-то может узнать. Если люди вас узнают, что они обычно говорят? Как Игорь, особенно сейчас, когда он объявил голодовку, спрашивают, как его самочувствие, спрашивают, как я выдерживаю вот это все напряжение, особенно сейчас, когда он голодает, спрашивают, как дочь. В основном такие вопросы. Более подробно можете рассказать именно об условиях его содержания? Какие они были с самого начала? Ну, сначала он был на Володарского в тюрьме в Минске. Там была такая, он мне говорил, ну, писал в письмах, камера достаточно неплохая для тюрьмы, но в то же время, когда он был на Володарского, его, по-моему, перевели на 10 дней в камеру карцерного типа. За что и почему, непонятно. Там это такое бетонное помещение, маленькое какое-то окошко, через которое нет ни света, ничего. Потом его опять вернули в ту же камеру. Когда его перевели на Жодина, сначала были более-менее нормальные условия, но потом почему-то его поместили в камеру, тоже какой-то цокольный этаж, по-моему, там у них был, ой, там запах туалета, он сказал, просто невыносимый. Он сказал, чем его не чистить, что в него не сыпь, это просто. Почему там был сокамерник с педикулезом? Как бы по правилам их обязаны обрабатывать, то есть если такой человек к ним попадает, то есть его должны обработать. Подсадили к моему мужу и почему-то этого не сделали. Вопрос. В этой камере с такими условиями ужасными он провел 40 дней. Через 40 дней его перевели в камеру получше, там уже надо работать телевизор, она как-то более пасторная, более светлая, но вот буквально, наверное, дня 2-3 назад его поместили в камеру с видеонаблюдением. Ну, наверное, как я уже говорила, кто-то не верит, что мой муж голодает такое количество дней и хочет взглянуть на это своими глазами. К нам поступают новости о том, что над некоторыми политическими заключенными совершается насилие. Доходит ли до вас такая информация в отношении Игоря? Если говорить о физическом насилии, нет. Игоря ни разу за все время его пребывания в тюрьме никто не бил. Можно говорить только о психологическом. Шали, газе, шали. Вот этот вот перевод в эту камеру решили показать, вот так ты можешь сидеть. Ну, ничего, он выдержал эти 40 дней, он мне писал в письме, что мне, в принципе, я к этому привык. Как вы вообще в целом справляетесь со стрессом? О, мне, наверное, во-первых, помогают родители мои, родители мужа, то есть они максимально пытаются меня разгрузить от каких-то там бытовых дел. И люди, люди просто, которые пишут мне личные сообщения в различные соцсети со словами поддержки, с предложением помощи, это действительно очень помогает, потому что, как бы, ты чувствуешь, что, наверное, не напрасно все, и у нас действительно много отличных и прекрасных людей. Были ли у вас мысли уехать из Беларуси? У меня без мужа таких мыслей нет и не будет. Я при любом раскладе остаюсь здесь. А если представить, что у вас есть возможность отмотать время назад, изменили ли вы что-нибудь? Если бы я отмотала время назад, я не буду скрывать, я бы, наверное, забрала мужа и дочь и уехала. Потому что все эти семь месяцев, которые мы с ней пережили и переживаем по сей момент, это безумно тяжело. Это безумно тяжело для нее. Ей тогда было полтора года, но две недели ребенок не мог отойти от стресса, когда забрали у нее на глазах папу. И это, безусловно, тяжело для меня, то есть, ну, это психологически тяжело, как бы. Я тоже полтора месяца не спала после его задержания, ну, и сейчас нахожусь в таком немного подавленном состоянии из-за его голодовки. И, безусловно, это все тяжело для Игоря. Прошли достаточно массовые, ну, по крайней мере, по российским меркам протесты за освобождение Алексея Навального, за отставку Путина. Есть ли у вас какая-то вера, что вот протесты в соседней России могут каким-то образом повлиять на улучшение ситуации в Беларуси? Наверное, правительство России пусть посмотрит сейчас, что может быть у них, если не будут соблюдаться простые законы. Ну, люди недовольны, люди выходят, и люди, вероятнее всего, продолжат выходить. И во что это может обернуться, это могут быть человеческие жертвы, этого не стоит допускать. Поэтому нужно предпринимать какие-то адекватные шаги с их стороны. Вы сказали, что когда на глазах у вашей дочки забрали папу, она пережила сильнейший стресс. Как она себя чувствует сейчас? Ну, сейчас она чувствует себя хорошо, она у родителей мужа. Она такой довольно позитивный ребенок, очень хорошо развитый, она очень выросла сильно за это время. Она много разговаривает, она узнает, она даже знает, какие вещи папины. То есть, ну, сейчас, конечно, не сравнить с тем, что было вот те семь месяцев назад. Ну, она знает, где находится папа? Она не поймет, что такое тюрьма в силу возраста. Ну, потому что она вообще не представляет себе всей картины, что это такое. Я просто ей говорю, что папа уехал, и она берет игрушечный самолет и показывает, что папа улетел на самолет. Вот стопка писем, если ее так можно показать. Здесь, ну, порядка 80 писем. Я ему тоже отправила 83, но здесь только от него письма. Вот, еще есть портрет, который нарисовал его сокамерник. Вот, и Игорь отправил мне этот портрет в письме. Нет, но я хотя бы таким образом знаю, как выглядит мой муж, потому что я семь месяцев его не видела все-таки. Нам не дают свидания. А есть какая-то официальная причина, почему? Нет, просто отказывают. То есть, даже не из-за эпидемии, а просто отказывают? За эпидемию мне отказались передать летом вещи ВВС, когда он на окрестно содержался. Мне сказали, что будет производиться санобработка здания. Коронавирус, как бы, мы вроде бы победили, но почему-то ВВС на окрестно, он до сих пор был непобежден. И поэтому передать ему мой супруг трое суток провел вообще без каких-либо личных вещей. Вы пробовали как-то, может быть, законодательно добиться вот этого права на свидание? Честно, я, наверное, потеряла надежду, что мне дадут с ним свидание. Как бы больше каких-то мер я не предполагала. Я, наверное, еще боюсь не сдержать эмоции свои. Это тяжело. Я его столько не видела. Тем более, я даже боюсь представить, как он выглядит сейчас. Мне было бы тяжело. Я бы очень хотела, что называется, и хочется и колется. То есть, я бы безумно хотела его увидеть, но, с другой стороны, я боюсь, что это, ну, будет для меня тяжело. Я вот вижу за вашей спиной тоже еще одна картина Игоря. Можете о ней рассказать? Это моя рубашка. Я в ней гуляла летом и осенью, ну, когда позволяла погода. Когда один хороший человек, ну, он занимается рисунками на ткани. Я просто взяла в интернете картинку, которую нарисовали, и спросила, может ли он нарисовать такое на рубашке. И как бы он без вопросов согласился и нарисовал. Ну, общаетесь ли вы с семьями других политических заключенных? Ну, у нас общение в основном там в социальных сетях идет. То есть, либо узнаем какую-то информацию по тюрьмам. Там, может быть, когда были праздники, там, время работы тюрьмы. Ну, банальные слова какие-то поддержки. То есть, чтобы как-то, если у кого-то что-то произошло, поддержать друг друга. Ну, такого личного общения у меня с ними не было. Что бы вы пожелали другим людям, которые сейчас проходят через подобные испытания? Я бы пожелала, наверное, им побольше терпения, спокойствия и решительности. Потому что, когда только забрали Игоря, у меня ничего этого не было. И я полтора месяца просто просидела, можно сказать, в каком-то коматозе и не сделала ничего абсолютно. Когда я пришла в себя, я поняла, что, в принципе, слезами и всем остальным не поможешь, и нужно начинать что-то делать. Поэтому нужно собрать волю в кулак и, наверное, чего-то добиваться, что-то делать, как-то говорить о своей проблеме, безусловно, это не замалчивать. Была ли у вас возможность обратиться в какие-то международные организации? Конкретно у меня напрямую нет, но, насколько говорила мне Светлана Хановская, при каждом посещении какой-либо страны на какой-то встрече рассказывается какая-то история о ситуации в Беларуси. И сейчас, когда Игорь объявил голодовку, то рассказывается история Игоря Лосика. Поэтому я считаю, что это хорошо. И спасибо, конечно же, ей за это, что мой муж так часто упоминается. Как вы считаете, как скоро вы увидите мужа? Мне, конечно, хотелось бы как можно скорее, но на данном этапе для меня очень важно, чтобы он прекратил голодовку, что я хотя бы была уверена, что он будет восстанавливаться и его здоровью ничего не будет угрожать. Так, мне хотелось бы как можно скорее, потому что я очень соскучилась. И дочка соскучилась очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!